привет друзья вы снова на следующем канале смотрите следующее видео и если предыдущее видео было о том как выбрать смартфон и как не напороться с выбором то сегодня мы будем говорить про ноутбуки да есть один маленький маленький вопрос какой бы ты ноутбук выбрал для себя если у тебя был неограничный бюджет носит у меня были все деньги мира то я бы наверное выбрал макбук ну я выбираю макбук ну да ну дорогие друзья покупайте макбук подписывайтесь на наш канал колокольчик там тыры-пыры да годная шуточка но нет нет не все так просто друзья даже у макбуков есть несколько серий и они между собой неоднозначные конечно макбуками рынок не исчерпывается мы будем говорить о ноутбуках про windows но про макбуки мы все-таки должны закончить быстренько существует три линейки ноутбуков это air и это макбук 12 дюймов и макбук pro давай айра берем нет айра не берем потому что они не обновлялись 2015 года экран говно процессор старый зато правда маленький тонкий легкий но следующая линейка макбук который просто макбук так и называется не 12 дюймовые там хороший экран более свежий процессор ну и просто вам более компактный и удобный для пользования и макбук pro в принципе производительное решение все окей есть разъемы в предыдущих моделях новых они конечно же отказались или все на type-c повесили это единственный недостаток который сейчас есть макбуков два недостатка то есть первый недостаток то что у нас раньше был такой классный вообще зарядно-разъем на магните таком чпок чпок если вы ногой зацепили зарядку то у вас ноутбук не улетел в другую комнату и там не погиб смертью храбрых на стене а вторая штука эта клавиатура у новых макбуков про она не очень ну как не очень относительно чего относительно прошлого не очень если сравнить с клавиатурой windows ноутбука но там есть разные по местам вот поэтому это приводит нас к тому что при всей неоднозначности маков и того что как бы они стоят дорого нам нужно рассмотреть еще и ноутбуки на windows так вот мы открыли интернет-магазин и просто офигели потому что тут ноутбуков дофига и я себя представляю если вы в этом реально не сильно разбираетесь какой ужас вас охватывает если вы смотрите на весь этот список ну и первое что я могу сказать можете сразу фильтры выключить процессор амд да пожалуй потому что в ноутбуках они слишком горячие и как бы у компании нет такого большого опыта как у интел именно для ноутбучных решений как бы респект десктоп десктоп господи ты же боже мой продолжай еще раз еще раз прошу тебя не останавливайся десктопным 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 друзьям процессором амда они норм в ноутбуках лучше убрать также есть еще замечательная категория недавно появилась ноутбуков это китайские ультрабуки значит такие маленькие хорошие ноутбуки клоны и плавских естественных решений тоненькие алюминиевых у них очень красивые ps экраны часто с full hd разрешением и при этом они стоят дешево они могут стоить 3000 гривен 4000 гривен 150 долларов за ноутбук это круто вообще нет потому что во первых там стоит процессор intel atom x5 в основном стоит это ну очень тугое решение даже если вы берете ноутбук как печатную машинку все равно будет плохо но вам не понравится идея что вы запускаете текстовый файл он открывается я письмо почему потому что intel atom это процессоре который разрабатывал чтобы стать в телефон ну не совсем они сначала появились на нетбуках потом они успешно переехали на телефон а потом вроде как сдохли но китайцы подобрали их там выкопали где-то на помойке ну и плюс опять же качество сборки там полный шлак вы купите этот ноутбук замечательный за 4000 он у вас через месяц может перестать работать да потому что магазин скажет ну или вам еще один такой же дадут и он тоже чем этому дешевые китайские ультрабуки сразу не смотрите и просто выключать ее в фильтре да в смысле 500 ноутбуков ну да ну здесь какая штука их 500 но они все собраны чуть ли не как под копирку и там реально видишь что куча производителей они реально продают практически одно и то же по характеристикам и по цене тоже поэтому как выбрать ноутбук понять сколько денег вы готовы на него потратить и исходя из этой суммы и понимание что конкретно вам нужно от ноутбука и это вещи взаимосвязаны поскольку все очень просчитанного производители вы сможете выбрать ноут плюс там еще по мелочи себя подкрутить так чтобы не прогадать все равно ничего не понимаю ну давай разберемся у меня есть 200 300 долларов что я могу купить ну вот в районе 300 там может быть 350 долларов ну даже там и чуть ниже начинается сегмент офисных так сказать печатных машинок то есть это microsoft офис это какой-нибудь кинчик в дороге как правило неплохая батарея неплохая автономность но не топовым ну игры не самые сложные и в таких ноутбуках я думаю надо тоже не допускать нескольких ошибок это не смотреть такие ноутбуки с глянцевым экраном конечно потому что он часто берется для командировок а глянцевый экран на природе выцветает там вообще нифига не видно и наверное второе это не гнаться за дискретной графикой а этом нет вообще нет ни там не хватит денег то есть берем ноутбук четко с матовым экраном 90 процентов ноутбука в этой категории имеют диагональ 15 6 дюймов и разрешение hd иногда бывает full hd ну в принципе тоже можно взять если бюджет позволяет хотя нагрузка будет выше на встроенную графику если взять такой ноутс для игр типа то это там будет печально все они будут работать на процессорах intel celeron это в общем-то неплохое семейство процессоров которая прокачалась я их недавно тоже тестировал ну вот для всех задач что сказал ну нормально нормально то есть где-то она будет запускаться чуть дольше чем на хорошем ноутбуке но это как бы стабильно хорошее решение единственное что надо брать максимально свежий celeron чтобы он реально был пошустрее потому что вот в бюджетном сегменте разница она очень чувствительна там вроде бы чуть-чуть там чуть на одну позицию выше в линейке чуть-чуть выше тактовая частота он прям реально фуры чуть-чуть бодрее и наверное надо выбирать с минимум четырьмя оперативками и посмотреть что был свободный слот потому что зачастую докупить план планку оперативки дешевле чем пить ноутбук сразу до при своем оперативке 4 гига обязательно если найдете такой ноут где можно будет потом память поменять то это классно такое бывает редко в этом сегменте ну да еще я когда выбирал такой ноут у меня был такой период когда мне нужно был только такой ноут больше денег у меня не было я обзоры даже не пытался смотреть на ю тубе потому что как правило обзор ноутбука на ю тубе это когда обзорщик просто зачитывает его характеристики и красиво снимают делают но это все как правило очень поверхность типа вот вот я тут его открыл закрыл типа нифига себе тут есть кнопки суть в другом я смотрел его разбор есть энтузиасты которые разбирают ноуты я вот модель когда себе положил глаз я посмотрел разбор увидел что когда он раскручивается очень аккуратно подключалась отключалась батарея у меня в той модели что мы выбрали ну через такой шлейфик да он китайцы могут и припаять и потом как это поменяешь домашних условиях вот я посмотрел все хорошо откручивается заменяется hard при желании заменяется батарея и вот так и выбрал разборы полезные обзоры ну не особо в этой категории производителями кажется общая разница не играет просто выберите так чтобы клавиатура было вам удобно и экран окей а если у меня есть чуть больше денег и это хорошо когда есть больше денег это здорово я хочу выбрать такой почти макбук дешевле там как бы уже большая эта штука растяжимая ну в принципе ну например это офисный ноутбук но чтобы он был в меньшей диагонали меньше чем 15.6 там 12 долларов 400 где-то да там уже будет нормальный процессор я думаю сам надо обратить внимание на то если там ssd или ssd уже надо брать да в таком сегменте я думаю что ssd даст вам 50 процентов ощущения то что ноутбук быстрее объясняю ssd это новое поколение жестких дисков то есть встроенной памяти ноутбука она отличается очень высокой скоростью взаимодействия если у вас стандартный жесткий диск ноутбук и больше ничего то компьютер будет загружаться при включении ну наверно минуты две полторы две минуты да ssd секунд 20-30 реально вот так и он уже работает это очень круто да вот в этом сегменте 400 долларов может четко гонимся за ssd берем нормальный экран full hd разрешением однозначно процессоры там будет уже intel core надо очень внимательно смотреть придется вам друзья заморочиться если вы выбираете в этом сегменте там типа 400 500 долларов ноутбук потому что многие intel core i3 процессор они вроде как формально да это может быть просто перелицованный интерселерон из прошлого сегмента там с микроскопическими изменениями и уже значительно большим ценником поэтому тут придется чистого обзор процессора посмотреть это важная характеристика в этом сегменте и если выбираете тонкие ноутбуки тоже смотрите если там возможность замены вот задней крышечки там панелечка которую можно снять и поменять жесткие или оперативку да ну жесткие сейчас почти везде можно поменять оперативку не везде там дальше чем больше дальше вы вкладываете денег тем больше получаете но вот сразу вот хотим сказать наверное видеокарта о том что если вы берете офисный ноутбук и думаете что вы на нем еще классно поиграете тут там есть нюанс что даже если будет стоять неплохая видяха то как правило в таких тонких красивых корпусах предусмотрено довольно слабо для вообще есть идеальное решение для таких людей которые хотят поиграть или еще что-то купить себе слонку playstation да и купите себе ноутбук отдельно дорогие друзья мы разобрались с ноутбуками до 500 долларов и дальше начинается самое сложное потому что я уже наверное не вижу смысла в таких ноутбуках на винде они есть и там их полно прям но мне кажется что можно наверное доплатить и выбрать что-то из бушного это даже доплачивать не надо за 600 баксов можно найти неплохой макбук бушный как бы да ну то есть да вы можете как бы дальше смотреть ноутбуки на винде и чем больше денег вы туда вложите тем будет там покрасивее процессор появится более-менее нормальная видеокарточка да уже можно будет какие-то игрули поиграть 3-4 лет недавности ну как бы сильно ли это вам надо вот в чем вопрос потому что ну как бы деньги придется доплачивать а при этом что мы можем сказать о ноутбуках на виндовсе через несколько лет что они гораздо быстрее дешевее чем ноутбуки с его не продадите но в этом сегменте я думаю что есть еще в чем разобраться это геймерские ноутбуки которые не делает apple и в принципе если вы хотите играть то надо покупать только геймерский ноутбук я вообще противник ноутбуков дискретной графикой пытка играть на них потому что будет удобная клавиатура они будут перегреваться зачастую через час игры но если вам надо так где-то там в дороге там в отеле чуть-чуть поиграть то конечно можно сойдет да но профессиональный гейминг это профессиональный геймерский ноутбук и тут уже не плойкой не отделаешься но это playstation не собственно говоря apple потому что на винде есть свой массив игр если вам нравятся эти игры но как бы добро пожаловать тогда привет геймерский ноутбук что такое геймерский ноутбук это такой чемодан он довольно толстый довольно тяжелый потому что там нормальная видеокарта полноценная система охлаждения не тоненькая не с какими-то как волосинка теплотрубками и тогда на полноцена нормальные вентиляторы радиаторы все как в машине да может как бы стоит он соответственно и в общем-то макбук может отдохнуть некоторых случаях да плюс там удобная клавиатура с правильными растениями между кнопочками потому что меня что бесит в ноутбуках что они пытаются некоторые производители в некоторых сегментах делать неудобную клавиатуру они пытаются впихнуть ее и там невозможно вообще в принципе играть в геймерских ноутбуках клава удобная она такая с выемкой с очень хороший ход да ну там как правило и переключатели чири и микс есть это такие штуки которые отвечают когда вы кнопочку нажимаете за срабатывание да эти ноутбуки давай какие-нибудь дадим советы если кто-то реально хочется геймерский ноутбук смотрите есть модификации с одной видеокарты есть двумя 2 убираем потому что не каждая игра нормально поддерживает раздачу графика лучше купить одну хорошую чем две даже если эти две будут выше классом они все равно в сумме 2 плюс 2 не дает 4 видеокартах это 2 плюс 2 дает 3 ну примерно это не в каждой игре по соотношению поэтому лучше купите сразу просто с одной но хорошей видеокарты хотя бы там уровне 1060 да лучше конечно 1070 да еще хорошо будет это будет здорово так ну что друзья мы как бы увидели что у нас сегмент ноутбуков с одной стороны интересны потому что их много с другой скучный да потому что все поделено все понятно все очень рационально я наверное вам бы для выбора ноутбука себе по сердцу исходил бы из бюджета вот сколько у вас есть денег уже там ничего докладывать я думаю не надо в своей сумме вы что-нибудь себе найдете самое главное не берите китайские ультрабуки дешевые не берите с галимым intel atom по возможности берите с ssd или хотя бы с гибридным жестким диском когда есть еще в жестком диске встроенная память она позволяет быстрее загружаться в винде и хранить там какие-то временные файлы это создаст ощущение ssd но конечно остальная часть будет чуть менее лучше ssd конечно даже самый дешевый ssd работает по скорости быстрее чем хороший жесткий диск обязательно процессор intel да тут если есть возможность в этом сегменте то intel core конечно был бы хорош лучше да чем там селерон но при этом селерон не приговор вот реально из последних моделей тоже жизнь на селеронах есть если это удовлетворяет вашим требованиям нормально и конечно же про дисплей наверное лучше брать матовый матовый мы говорили матовый есть исключение я считаю это дорогие ноутбуки которые стоят больше 20 тысяч гривен это 800 долларов там есть качественные дисплеи с глянцевой матрицей но тут уже вопрос стоит ли брать как мы уже говорили ноутбук на винде за такие деньги я думаю что там где начинается цена на хорошие бэушные макбуки и макбуки про то там уже нет смысла брать ноут на винде лучше взять его на маке и поставить второй системы windows но если уж прям так надо но как бы еще по поводу дискретной графики как вы говорили вот дешевый дискретной графики можно отказаться можно не отказываться если вы любите старые игры да но опять же поймите что она не даст вам полноценно играть во все новые игры поэтому если вы думаете что вы возьмете дискретной графикой и последние игры пойдут это неправда поэтому в этом смысле нет смысла переплачивать за дискретную графику а если геймерский то конечно же одну самую мощную и в нормальном геймерском корпусе потому что бывает что 1060 ставят и в тонкий алюминиевый но там большие проблемы с перегревом и вообще если вы хотите играть то берите конечно геймерский потому что 17 дюймовые пандуры в обычном корпусе через час перегреваются играть неудобно просто выкиньте деньги дорогие друзья я очень надеюсь что эти советы вам были полезны если какие-то вопросы остались с нами не раскрыты или у вас есть свое мнение туда пишите в комментариях как сильно мы не правы что не советуем вам покупать дорогие виндобуки мы все обязательно прочитаем я надеюсь из компании тоже позвонят и позвонят нет и вообще мы за правду у нас принципиально underground поэтому мы снимаем не фешенебельном пентхаусе в подвале вот и у нас нет рекламных интеграций ссылки в описании пока палимся ну в общем дорогие друзья спасибо за просмотр подписывайтесь распространяйте это видео максимально широко и не переключайтесь подписывайтесь на следующем канале уже